Добрый день, в эфире новости в студии Джангл Мирзаду и Шенбекова. Сорон Байджиенбеков встретился сегодня с Ирланом Абдулдаевым. Министр иностранных дел проинформировал главу государства об итогах участия в заседании СМИД стран ОБСЕ, а также официального визита в Сербию. Кроме того, руководитель внешнеполитического ведомства рассказал Сорон Байджиенбекову о подготовке его официального визита в Республику Узбекистан, который состоится 13-14 декабря текущего года. Вернулся к работе привычной. С поста главы Нацбанка снят. Кубанышбека Кулматова назначили председателем государственной таможенной службы. По мнению главы Кабмина Сапара Исакова, Кулматов в таможенном деле человек опытный и потому сомнений в том, что с поставленными задачами он справится, у премьера нет. Кубанышбек Кулматов долгое время работал в таможне. С 2010 по 2013 годы являлся ее председателем. Некоторое время был мэром столицы. После возглавил Российско-Крыгызский фонд развития. А до настоящего времени руководил Национальным банком республики. Должность председателя таможенной службы до сегодняшнего дня занимал Азамат Сулайманов. Новые союзники и новый их глава. В Бишкекском городском Кенеше сформировалась коалиция большинства. О новом альянсе стало известно сегодня на внеочередной сессии Горкинеша. В коалицию вошли фракции СДПК «Венегу прогресс», «Мекеным Кыргызстан» и «Кыргызстан». Фракция Республика Таджурд официально объявила о своем выходе из коалиции и вошла в оппозицию. Спикером Горкинеша стал глава фракции СДПК Алмаз Кененбаев. Оказали нерадужный прием кыргызстанцы экс-президенту Аскару Акаеву. Встреча произошла в Берлине по инициативе объединения «Кыргызклаб» в Германии. По их задумке, это должен был быть прямой диалог с возможностью высказать и спросить у беглого президента что угодно. Однако, прибыв к месту встречи в компании супруги Майрам и дочери Бермет, Аскар Акаев отвечать на вопросы отказался и лишь обратился с пожеланиями к соотечественникам, которых собралось около 10 человек. Некоторые из них, как и когда-то в 2005 году, держали плакаты со словами Акаев Кет, но нашлись и те, кто даже запустил в экс-президента яйцами. На защиту отца встала Бермет Акаева, набросившись на мужчину, который и бросил яйца в Акаева, выразив таким образом свое недовольство. Утихомирить ситуацию удалось полицейскому, который и пресек конфликт. Еще один вербовщик задержан в Кыргызстане. По данным Госкомитета национальной безопасности, мужчину арестовали в ходе проводимых контртеррористических мер по выявлению и пресечению попыток проникновения в страну боевиков международных террористических организаций. Выяснилось, что задержанный 1989 года рождения на протяжении почти года, начиная с ноября 2016, находился в рядах боевиков на территории Сирии, где прошел диверсионно-террористическую подготовку и принимал активное участие в боевых действиях. В Кыргызстан мужчина вернулся по указанию своих начальников с целью создать на родине террористическое подполье и формировать новые каналы переправки боевиков отсюда в Сирию. В Гареме, оказывается, не все спокойно. МВД может возбудить дело в отношении известного религиозного деятеля Чубака Джжалилова на основании признания его первой и законной жены Гульнур. Накануне в сети появилось фото ее заявления, где она пишет, что опасается за свою жизнь. Обращение это было написано в кризисный центр СИЗИМ. Каким образом конфиденциальное заявление попало в сеть, неизвестно. Однако после того, как бумага стала достоянием общественности, к делу подключились и правоохранительные органы. Сам экс-муфти Чубака Джжалилов от комментариев пока отказывается. Говорит, что пока, мол, для объяснения время не пришло. Его адвокаты также заявили, что не готовы комментировать жалобы Гульнур Джалиловой. Подробности в нашем следующем сюжете. Личная жизнь духовного деятеля Чубака Джжалилова в последние месяцы не сходит со страниц газет и интернет-сайтов. После того, как бывший муфтий официально объявил, что взял вторую жену, эта тема бьет все рекорды обсуждения в сети. О реакции официальной супруги, экс-муфтия, на этот счет до недавнего времени не было известно ничего. Разве что сам Джалилов рассказал, что она ревнует и не очень рада этому решению. А вот накануне в сети появилось фото заявления Гульнуры Джалиловой, где она просит о помощи. Я Джалилова Гульнур Турдалиевна. Родилась 17 июля 1980 года. Я живу со своим мужем Джалиловым Чубак Таджибаевичем уже 17 лет. У нас пятеро детей. Наша жизнь с мужем складывается не очень хорошо. И я опасаюсь за жизнь своих детей. Потому что он сказал, что их отравит крысиным ядом. У этого человека есть еще пистолет. В свете последних событий я боюсь, что мы пострадаем. Я не хочу, чтобы муж приходил в дом, где мы живем с детьми. Он своих детей видит один раз в месяц. Он пудрит им мозги, и это отрицательно влияет на их учебу. Соответствующие органы помогите мне, пожалуйста. Заявление это было адресовано кризисному центру СИЗИМ. Как только документ попал в сеть, правозащитников обвинили в публикации конфиденциальных сведений. В самом СИЗИМе были очень удивлены появлению этой публикации. Теперь, когда документ стал достоянием общественности, факта обращения в кризисный центр не скрывают. Однако доступ к заявлению имели не только несколько человек, а несколько организаций. Кроме центра СИЗИМ, копией обращения Гульнур Джалиловой располагала глава неправительственной организации Мутакалим Джамал Франбек Кызы, а также сотрудники Духовного управления мусульман и МВД. Откуда вышла в свет публикация, еще предстоит выяснить. Она обращалась. Мы, это ее заявление, потому что мы же не можем, это, ну, мы, у нас полиции нет, ой, милиции нет, мы не прокуратура. Мы перенаправили в МВД по электронной почте. Больше никому мы это хода не давали. Ну, с женщиной, с матерью, это Гульнур, мы работали, это не первый день она обращалась. Это уже даже, наверное, больше месяца она приходила за консультацией. И однозначно могу заявить, что мы соблюдаем конфиденциальность. А вот правоохранительные органы, несмотря на то, что правозащитники направляли им это заявление, обратили внимание на документ только после его публикации в интернете. По данному факту была назначена проверка, которая подтвердила подлинность обращения женщины. 8 декабря появилась в социальных сетях информация о том, что супруга Чубака Джалилова обратилась в кризисный центр Сейзим с заявлением о указании правовой помощи. В то же время, в общем, сотрудниками милиции, столичной милиции, проводилась проверка по данной публикации. И в тот же взгляд, на следующий день было получено заявление путем вопроса самой же супруги Чубака Джалилова, где она дала свои какие-то пояснения. Также она указывала о том, что, в общем, боится за жизнь своих детей, своей семьи. В связи с чем сейчас, в настоящее время, дело рассматривается по заявлению супруги Чубака Джалилова. Сам Чубак Аджиджалилов от комментариев отказывается. На просьбы подтвердить или опровергнуть обвинение супруги, сказал лишь, что даст комментарий, когда придет время. Его адвокат также воздержался от заявлений, отметив, что не ознакомлен с содержанием бумаги. Игорь Потанин, Нурбек Копаров, НТС. Исмаил Бек Таранчиев к взлету готов. Так, теперь зовется российский штурмовик Су-25, несущий службу на авиабазе в Канте. Самолет назван в честь героя Советского Союза, командира экипажа Таранчиева, который в далеком 44-м вместе со своим напарником Стрелком Ткачевым совершил настоящий подвиг. Дух тех славных ребят теперь будет жить в современной боевой машине. Исмаил Бек Таранчиев – наш соотечественник. И память о нем теперь будет жить не только в его родном селе Бешкюнгей, но и в небе. Присвоить имя штурмовику предложили активисты поискового движения Кыргызстана «Наша победа без деньженьиш». Участие в мероприятии приняли представители Сил воздушной обороны России и Кыргызстана, а также родственники героя. Репортаж с авиабазы «Кант» подготовила Сабина Дамаскина. С самого утра десятки военнослужащих готовились к торжественному мероприятию. Здесь офицеры военной авиабазы ОДКБ «Кант» и военнослужащие Сил воздушной обороны страны, курсанты авиационного колледжа, воспитанники военного лицея и волонтеры поискового движения Кыргызстана «Наша победа». Впервые в истории страны военному самолету присваивают имя собственное. И это имя нашего соотечественника, героя Советского Союза Исмаилбека Таранчиева. Для этого авианосца, а точнее для Су-25, это настоящее боевое знамя, под которым пилоты будут вылетать на учения и в случае военной ситуации охранять спокойствие нашей страны. Всего этого могло бы и не быть, если бы за дело не взялись активисты поискового отряда. Именно они, волонтеры, стали инициаторами, которым и удалось добиться присвоения имени героя, некогда командира экипажа Таранчиева военному самолету. По закону не положено награждать солдата, если он не был представлен к награде во время Великой Отечественной войны. Но на самом деле подвиг-то они совершили вдвоем. Наверное, это правильно, что все сделано так, как и должно быть, как положено в армии. То есть имя, борт получает Исмейлбек Таранчиев, они были штурмовиками. И сегодня ребята, которые поднимаются в небо, они тоже штурмовики. Су-25 или Грач, как по-другому его называют, это российский военный штурмовик. Он и еще ряд авиатехники базируется на территории нашей страны. Это потомок того самого легендарного Ил-2, на котором командир корабля, младший лейтенант Таранчиев и его боевой брат, младший сержант Алексей Ткачев, на единственной дороге от освобожденного Ленинграда на город Таллин в стратегически важном направлении совершили подвиг Гастелло. Для военнослужащих Центрального военного округа это событие имеет особое значение в жизни. Опыт Великой Отечественной войны свидетельствует о том, что успехи на фронте и в тылу стали возможны. Благодаря сплоченности многонационального народа, единству армии и народа. Родился Исмаилбек Таранчиев в селе Бешкунгей Чуйской области. Память о его подвиге и сегодня живет в родных краях. Историю про самоотверженный поступок и огненный таран пересказывает старшее поколение младшему. Сегодня в церемонии присвоения имени Героя Советского Союза принял участие его племянник Джекшимбай Мамиталиев. Не только для нашего района, для всего села это большой праздник. У нас его именем названа улица, названа школа. Все знают о подвиге Таранчиева. Но он его совершил не один. С ним был стрелок Алексей Ткачев. Мы никогда о нем не забывали. Улица, на которой я живу, называется его именем. И мы не забудем его. Только у нас сохранились фотографии Алексея Ткачева благодаря волонтерам поискового движения. Нам удалось найти город, где он жил, и установить там памятник. Мы понимаем, что официально награда ему не положена. Но хотим сделать все, чтобы память о совершенном подвиге Ткачева и Таранчиева жила. Март 1944 года. Экипаж самолета Ил-2 в составе командира Исмаилбека Таранчиева и стрелка Алексея Ткачева, выполняя боевое задание, направил горящий самолет в скопление вражеских танков. Позже Исмаилбеку Таранчиеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Сегодня самолет Усу-25 – имя нашего великого земляка. Это не просто подвиг, о котором говорят спустя годы, но и то, что, помимо прочего, соединяет два братских народа – русских и кыргызов. Сабина Дамаскина, Схат Ибраимов, НТС. Финал региональной лиги КВН «АЛАТО» состоялся в минувшее воскресенье. Участие в игре приняли четыре команды – сборная АО «Салматэм», «Бруклин-Бишкек», «Черный кот» и «Ашани». Ведущим выступил капитан команды «Азиамикс» Эльди Аркиненцаров. В итоговой игре команды поборолись за главный приз – поездку на международный фестиваль клуба веселых и находчивых в Сочи. Поездка победителей и выступление на сочинской сцене состоится в январе грядущего года. Ну а саму игру зрители канала НТС увидят в эфире в канун Нового года 31 декабря. Команды были… Кто-то хорошо подготовлен, кто-то не очень. Местами, даже несмотря на хорошую подготовку команд, вы сами увидите все в эфире, местами зритель был смешнее. Кто-то имеет больше ресурс для подготовки, кто-то меньше может готовился или вообще от разных факторов зависит. И они должны вот так вот, как кубик-рубик сложиться, чтобы всеми цветами заиграть. Вот. Есть хорошие качества в одной команде, второй, третий. Есть яркие игроки и там, и здесь. Я думаю, вкупе получится что-то путное. Отдыхать в период предстоящих зимних каникул школьники Кыргызстана будут 12 дней. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки. В ведомстве уточнили, что на отдых учащиеся школы выходят 30 декабря. И только 10 января вернутся вновь за парты. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.